Коли бачишь, что какая-то бабуся приносит тебе что-то с пенсии в банку варенья, пошла в магазин, купила еще какую-то вермишель, какую-то консервы приносит. Я говорю, бабуся, не надо было бы, как вам сказать, мы вам должны допомогать. Она приходит и такой с улыбкой отвечает, не-не-не, у меня все есть, мне ничего не нужно, вот им там больше нужно, вот это и мотивирует вот то, что мы делаем. Диновцы – это руманомовное село, в котором проживают три тысячи двести людей, тысяча сто хат есть. Благодейная акция такая организовывается с начала войны. В первых днём плану масштабного вторжения я начал ездить на Харьковскую область, на певнишню Салтівку, спочатку до людей. Мы подкармливали людей, там люди в подвалах жили. – Ну здесь ты в двадцать. – И вновь приходит. А было сначала 300 человек. – 300 было. – Сначала, а потом, когда бахали… – И потом я начал знакомиться с войсковыми, и начали уже десь с березня месяца квитня до войскових ездить. И хлопцы мали микроавтобус в Одинницях, я свой, и они попросили тихо разом, чтобы мы ехали, потому что я уже знал, я уже декольку месяцев ездил. И мы вот так двума микроавтобусами ездили до хлопцев туда на передовую. И по километрам десь 140-150 тысяч я проехал. Больше, чем 50-60 поездок приблизно. – Ну так. Перший, там 25, я как-то рахував, потім уже зрозумію, что это надолго. И как-то это не так важно уже для меня. Півбуса у меня для цивильных, мы тоже вишукуем. Зараз Леман, еще Константинівка, Изюм лишь перед тем, как звольняться. Там дети были. Мы возим к детям очень много продуктов, солодощь, играшок, одежи. – Тут вещи. Я оставлю, родители же есть, правильно у вас? – Да. – Они придут, потом вы поделитесь. Тут для родителей есть. Каждый рейс, когда машина едет, мы обязательно что-то сдаем. Я дал ей 300 килограмм колбасы. Мы сделали, зарубали кабананы. – Четыре, все уже есть? – Это четыре, да? – Да, все, чтобы мы клали нормально. – Все, четыре. И даю уже банки, давай мясные. Домашние яблоки, тушенки, колбаски – это все наше сельское производство. Как раньше робили клаку. Вот так у нас сейчас народ допомагает на засу. С початку войны, как начали, мы доремонтировали сверх 100 с чем-то машин. За наши кошти, чтобы шли все туда на фронт. И мы все зарубили безкоштовно. Когда выезжает бус только с нашего села, это где-то 500 тысяч гривен. Восемь или девять машин дали. Это в первых дни войны три скорые поехали с нашего села. Хотим КамАЗ. Стараемся раз на месяц или два отправлять их хлопцам в буковинские смоколики, чтобы наши воины имели силы защищать нашу краину. Мясо собирали там семья с армией. Было куплено 300 килограмм мяса. Это две свиньи, домашние. Из каких где-то 250 килограмм на колбасу, 50 килограмм мы срубили пашкеты. Помогает как может, чем может. Водяло, молим, печенье. Все-все выносит, чтобы лишь война закончилась быстрее. Будем молиться быстрее, чтобы всех возвращали домой. С Богом вас! Всех с Богом! Приído с Натальянам Дети, я тоже понимаю, что войнам очень-очень тяжело на фронте сейчас. И дети хотят как-то поддерживать наших защитников страны. Причем поддержать что-то, как-то по-боре, как-то соединиться до общего срока. В нашем селе есть такая традиция, как помогать воинам на фронте. И дети из школы приготовили такие малюнки, как «Дящие защитников Украины». Сейчас я их держу в руках, у меня очень много телефонов. Эти листы будут у ребят на стенах. И там, в основном, все мают детей. И они, когда смотрят на эти листы, не понимают, ради чего они там. Это очень важно. У меня даже эти листы мне дарили. Серьезно? Да, вот. Вот, смотрите. Это мне. Гуляй поле Запорожжьей области. Дети мне подарили. Это мне. У меня есть листовка великая. Да, у меня есть листовка такая великая. Там семья многодетная с Изюмом. Мне подписалась. Спасибо вам, что помогаете. Молим Бога нашего, чтобы он постоянно оберегал наших хлопцев. Божьей помощи. Ангела, хранителя вам. И мы вас ждем как-найскорее додому. И вас, и наших хлопков, которые там воюют. Божьей помощи. Дякую вам. Диамила, поглём. И там. Диамила, поглём. Диамила, поглём. Скажу. Продолжение следует...